Здравствуйте, друзья! На днях лидер формирования ЛНР Леонид Пасечник в честь очередной годовщины провозглашения ЛНР встречался с организаторами так называемого референдума 2014 года, то есть с теми людьми, которые помогли боевикам и их российским кураторам организовать спектакль, эдакую видимость всенародного голосования, на котором нарисовали ЛНР аж 96% поддержки. Ну, хоть бы постеснялись уже что ли. Глава государства встретился с организаторами референдума 2014 года. Они стояли у истока в республике, в символичном месте, зале, посвященном становлению нашего государства, те, кто принимал в этом становлении непосредственное участие. На встрече Пасечник говорил много пафосных слов и в основном благодарил собравшихся за то, что они помогли ему превратить Луганскую область в нищее гетто с неработающими предприятиями и бесконечным комендантским часом. Вышли туда защищать наш родной край, вышли туда защищать русский мир, защищать наши традиции, нашу веру, в общем, наш уклад, нашу жизнь. Наконец-то на восьмом году войны стало ясно, от чего шли защищать родной край все эти замечательные люди. Они героически защитили свой родной край от украинских пенсий, зарплат, банковской системы и железнодорожного сообщения. Например, буквально на днях в одном из своих предыдущих видеоблогов я уже рассказывал вам о той ситуации, которая сложилась на Алчевском металлургическом комбинате. Сотрудники этого предприятия до сих пор не получили зарплату ни за один месяц нынешнего 2021 года. Трудовой коллектив комбината в последний раз получал заработную плату в декабре прошлого года. И то не в полном объеме, а только в размере 29%. Если в 2013 году средняя зарплата жителей Луганской области составляла 400 долларов, то в нынешнем году она по официальным данным ЛНР, подчеркивая это, составляет аж 15 тысяч российских рублей. Это примерно 5,5 тысяч гривен или 200 долларов. И это меньше уровня минимальной зарплаты в Украине. Для сравнения, в подконтрольной Украине Луганской области средняя зарплата на данный момент составляет 11 тысяч гривен. Это больше 30 тысяч российских рублей. Ну что, нормально так защитили уклад? Это ваше решение, оно было безусловно судьбоносным для миллионов жителей нашей республики. Да, с этим не поспоришь. Решение действительно оказалось судьбоносным, поскольку сломало судьбы миллионам жителей Донбасса. Тысячи людей погибли, были ранены и лишились своих домов. Еще сотни тысяч стали беженцами и уехали. Десятки заводов и шахт были уничтожены и разграблены. И если кто-то сейчас захочет возразить мне, что во всем виновата Украина, это все проклятая хунта, то я отвечу очень просто. Там, где никаких псевдореферендумов не было, нет ни войны, ни разрушений, ни массового бегства беженцев. Все это есть только там, куда пришел русский мир и стал организовывать какие-то референдумы. Когда шли люди, бабушки, дедушки с костылями, с двумя костылями, и ребята их под руки подводили, чтобы те проголосовали. И я даже знаю этих бабушек. Правда, потом в Народной Республике у них что-то не заладилось, и они стали требовать украинские пенсии. Мы здесь проливали кровь за русский язык. Мы здесь проливали кровь за русский город Луганск. И чем дальше платить? Как дальше жить? Меня интересует вопрос, как дальше мне платить за коммунальный, за газ, за воду и еще прочее. Мы требуем украинскую пенсию. Сделайте так, чтобы мы ее тут получали. Просто когда они шли на референдум, их не предупредили, что когда ты отделяешься от какого-то государства, это государство обычно перестает тебе платить. Я сидела рядом с секретарем, а у меня так слезы льются. Как хорошо. Выжившие из ума бабушки с костылями, которые к нынешнему году наверняка уже умерли от старости, лишили шансов на развитие целый регион. А главное, лишили будущего своих же внуков, которые теперь обречены жить в нищем Бантустане, учатся в фейковых вузов, дипломы которых никто не признает, чтобы потом в будущем работать за 200 долларов в месяц на немногочисленных уцелевших предприятиях. Как тут не расплакаться от счастья? Ваш подвиг стоил того. С этого момента началась история Луганской Народной Республики. И сегодня очень важно увековечить эту историю. Где и когда у нас появятся на территориях такие вот памятники, памятные места? Они хотят увековечить день, когда они сделали своих земляков нищими и бесправными жителями непризнанного гетто. И они хотят, чтобы им за это еще и памятники поставили. Разве это не прекрасно? Вам спасибо огромное за вашу смелость, за вашу искренность. Ну и за то, что мы имеем возможность сегодня жить спокойно, на своей земле растить хлеб. Спасибо за то, что пасечник теперь может жить на своей земле и выращивать хлеб. Ведь раньше проклятые бандеровцы не давали ему этого делать. Бедный Луганск годами мучился без хлеба под гнетом украинских националистов. Но, к счастью, все кончилось хорошо. И теперь хлеб колосится прямо на развалинах Луганского аэропорта. После общения Леонид Пасечник вручил участникам встречи благодарственные письма. В итоге могильщики Луганской области, которые обрекли свой родной край на войну и бедность, получили от Гауляйтера похвальные грамоты. В общем, не зря старались. Молодцы. Ваши заслуги оценены по достоинству. Вы знаете, я вот на это все посмотрел и подумал, что это даже хорошо, что списки этих людей, которые организовывали этот самый референдум, сегодня существуют. Что все их фамилии установлены и записаны. И я считаю, что эти фамилии нельзя держать в тайне. Их нужно опубликовать в публичном доступе. Но они же считают, что они герои. Они даже памятник себе хотят. Так вот, Донбасс должен знать своих героев, чтобы все те работники заводов и шахт, которым сегодня по полгода не платят зарплату или платят зарплату в 150 долларов, знали, к кому им обращаться за деньгами. Я думаю, что это будет вообще максимально правильно и справедливо. Не платят зарплату или платят зарплату в 150 долларов. Ищи людей, которые в твоем городе организовывали пророссийские митинги, организовывали вот этот вот так называемый референдум. Иди и спрашивай с них. Пусть они отдают свои деньги и компенсируют ущерб. Пусть они отдают деньги жителям Донбасса. Они сегодня должны каждому жителю Ордло. Это, я говорю абсолютно серьезно, без шуток. Вот не львовянам они должны, не западенцам они должны. А именно своим соседям, своим землякам они должны компенсировать убытки. За закрывшиеся предприятия, за невыплаченные зарплаты, за обесценившиеся квартиры. Всем должны компенсировать ущерб. Это будет максимально справедливо. И если вы согласны с этой мыслью, я считаю, что нужно максимально распространить это видео, а также установить всех причастных к организации референдумов ДНР и ЛНР. Подписывайтесь на мой канал. А если вам нравится то, что я делаю, и вы считаете мои блоги правильными и полезными, вы можете также поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.